Улица Камчатская пока далеко не самая любимая у самарских автомобилистов. Но вскоре ситуация поменяется. Дорожные рабочие залатают ямы литым асфальтом. Это временная мера. А когда погода позволит, маршрут отремонтируют картами. Как идут подготовительные работы на участке, посмотрела глава Самары Елена Лапушкина. Она объехала улицы, где начался аварийно-ямочный ремонт. Под контроль мэра попала и Ракитовское шоссе. Здесь сейчас строят ливневую канализацию, чтобы убрать с дороги лишнюю влагу. После этого будут выполнять ремонт самого дорожного полотна. Олег Владимирович, аншлаги вывешиваем. Людей оповещаем, какие работы на этом участке дорог у нас предстоят. И контролируем сроки. Перед объездом глава Самары провела еженедельное совещание в Департаменте городского хозяйства и экологии. На заседании обсуждали работы в рамках месячника по благоустройству. Специалисты коммунальных служб подкачивали воду с улиц, которые не оборудованы ливневками. Промывали дождеприемные колодцы. Ворошили снег, убирали мусор с дорог и газонов. Восстанавливали ограждения и проводили аварийно-ямочный ремонт дорог. Большой объем работ сейчас выполняют и во дворах. Территории приводят в порядок управляющие компании и жители. Но первый большой субботник с участием горожан запланирован на 10 апреля. Главная задача районных администраций – обеспечить жителей инвентарем и средствами индивидуальной защиты. Коллеги тоже для понимания. Позиция Роспотребнадзора по проведению месячника по благоустройству следующая. Что это работа на свежем воздухе. И, в общем-то, нельзя их отнести к массовым мероприятиям. Самое главное – это обеспечить дистанцию. Что, мне кажется, в субботник – это, в принципе, не самая сложная задача. На длину лопаты и грабли. Потому что точно люди находятся друг от друга. И, конечно, максимально обеспечить их средствами защиты. И, пожалуйста, тогда могут люди работать. Руководители муниципальных предприятий доложили главе о состоянии своих территорий после зимы. Специалисты проверили, что пришло в негодность и начали подготовку к замене этих элементов. Например, плитки, лавочек, ограждений и малых архитектурных форм. А затем, как позволит погода, службы благоустройства начнут приводить в порядок газоны и высаживать цветы. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов, Константин Головин. События.